Сайта 1обл.тв. Посмотрите, наша выездная студия сегодня прекрасная, обширная, намного больше, чем наша прежняя. Мы сегодня находимся в парке Гагарина. Не просто так мы решили выйти и подышать свежим воздухом. Все потому, что 14 октября вся Россия переходит на цифровое телевидение. И сегодня в честь этого происходит наше мероприятие здесь, в парке Гагарина, в котором принимают участие, кстати говоря, самые известные актеры, да и не только, а еще и представители теле- и радиоиндустрии. Поэтому мы им желаем удачи. Они будут у нас пробегать здесь, в парке Гагарина, ровно один километр. И мы будем наблюдать за ними. Итак, помимо этого, сегодня здесь еще происходит несколько спортивных мероприятий. Например, вы видите моего коллегу Степана Рефева, который уже вещает на сцене. У них происходит спортивное мероприятие «Кросснация». Давайте посмотрим, что же там происходит. Я с большим удовольствием хочу предоставить слово начальнику управления фактической культуры, спорта и туризма Челябинской области. Максим, пожалуйста, вам слово. Добрый день. В имени пременно исполняющегося главы города спорта Вариталия Петровна. Я рад поприветствовать вас и поздравить с очередным праздником спорта и здорового образа жизни. Желаю всем участникам легкой дистанции и приглашаю всех любителей «Бега» завтра на ледовую арену «Трактор», где у нас состоится Челябинский марафон, который впервые вышел у нас на улицы города. На сцене мы видим, что открытие у нас происходит. И здесь люди, которых мы знаем, во-первых, министр спорта Леонид Яковлевич Оде, но также представители спортивных школ. Посмотрите, «Кросснации» в городе Челябинске начинается, и сейчас уже спортсмены начнут свое движение. Ну а мы, конечно же, ждем еще и цифрового забега, который начнется чуть позже. «Кросснации» «Кросснации» Всероссийский день бега «Кросснации-2019» на территории Челябинской области открыт. Ваши аплодисменты, уважаемые друзья! Но я попрошу наших почетных гостей остаться на сцене, потому что сегодня с самого утра спортсмены-профессионалы уже вышли на дистанции, и сегодня мы хотим их наградить уже медалями за их замечательное спортивное творчество. Итак, ну что же, спортивное мероприятие у нас уже в полном разгаре, но я хотела бы напомнить, что мы ждем цифрового забега. И сегодня здесь, на этой площадке, еще существует интерактивная площадка. Повторюсь, это то место, где каждый может подойти и задать свои интересующие вопросы. Здесь есть волонтеры, которые ответят с удовольствием и абсолютно разъяснят всю ситуацию, как же можно перейти на то самое цифровое телевидение. Также сегодня в 13.00 здесь будет викторина. Если вы сможете ответить вопросом, если вы находитесь здесь на площадке, то вы еще и получите оборудование соответствующее, которое вам нужно для цифрового телевидения. Итак, а вообще хочется сказать, что средства, выделенные на цифровое оборудование, выделяются из областного бюджета, и многие южноуральцы могут получить его совершенно бесплатно. Кому же положены эти льготы, прямо сейчас мы знаем у начальника управления Министерства социальных отношений Челябинской области Александра Валерьевича Гусева. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, кому же действительно эти льготы полагаются? Право на меры социальной поддержки с переходом к цифровому телевидению имеет все категории ветеранов Великой Отечественной войны, дети и погибших участников Великой Отечественной войны, инвалиды по слуху, которым уполномоченным органам представлен телевидер для приема программ с телетекстом, а также граждане, признанные пострадавцами от политических репрессий. Большая категория граждан – это семьи, одинокопроживающие граждане, средний душевой доход которых не превышает полуторную величину проличного минимума в Челябинской области. На сегодняшний день это 15,5 тысяч рублей. Все жители области, у которых доход меньше этой суммы, могут получить компенсацию из бюджета за приобретенное пользовательское оборудование, за цифровую приставку и приемную антенну до 1000 рублей в размере понесенных затрат. А граждане, которые проживают в населенных дюрках, которые находятся вне зоны приема цифрового телевидения, могут получить возмещение из бюджета до 6,5 тысяч рублей. На сегодняшний день за мерами соцподдержки обратилось уже 1250 южного района. Отлично. Александр Валерьевич, а куда нужно обращаться, чтобы получить соответствующую помощь? В Управление социальной защиты по месту жительства или месту фактического проживания. А если кто-то вот сейчас, например, эту информацию пропустил и не услышал, к какой категории они относятся, где, на каком сайте или где на просторах интернета тоже можно найти соответствующую информацию? В первую очередь на сайте Министерства социальных отношений Челябинской области, на главной странице в разделе с бабочкой переход на цифровой телевидение всей категории перечислилась. Ну и главный вопрос. Вы, соответственно, уже перешли на цифровой телевидение? Перешел уже давно, больше двух лет назад, в плановом порядке. Зашел в первый пафосный магазин электроники, приобрел саму дешевую цифровую приставку. Она до сих пор прекрасно сейчас, за таким образом, прекрасно работает. Отлично. Ну что ж, мы вас поздравляем и ждем абсолютно всех, кто относится к этим категориям. Спасибо вам еще раз за вашу информацию. Ну а мы продолжаем наблюдать, что же у нас сегодня происходит. Мы ждем, когда же старт уже будет. Я напомню, что сейчас у нас стартует пока что еще кросс-нация, но мы ждем, конечно же, представителей теле- и радиоиндустрии и актеров, которые прославили нашу Челябинскую область. Они будут участвовать уже в нашем цифровом заведении. А пока что я предлагаю еще раз обратить внимание на площадку, что же там происходит. Ну и готовьтесь к нашей большой гитарине, которая будет в 13.00. Это просто устрою наших начинающих спортсменов и далее, когда они будут уже завоевывать места на всероссийских чемпионатах, мировых и олимпийских играх, будут вспоминать этот памятный день. Ну и еще одна церемония награждения. Мы приглашаем на сцену победителей среди девушек на дистанции 6 километров. За третье место награждается Сборец Елена. Третье место. Дистанция 6 километров. Второе место. Исангильдина Аделина. Второе место. Дистанция 6 километров среди девушек. Ну и чемпионом становится на дистанции 6 километров среди девушек Наталья Городцова, чемпион кросса наций. Дистанция 6 километров девушки. Ваши аплодисменты. Мы приглашаем всех на памятное фото. И друзья, ваши аплодисменты победителям и чемпиону. Я напомню, что сегодня прямая трансляция у нас идет из парка Гаргарина. Я хочу сказать, что погода нас радует, дождя нет и слава богу. Несмотря на то, что уже практически финал сентября и осень в своем полном разгаре. Посмотрите, пожалуйста. А вот молодой человек просто так мог бы передать привет, но не успел это сделать. Сейчас мы вам показываем ту самую интерактивную площадку, где находятся наши специалисты-волонтеры, которые готовы вам полностью объяснить, как же можно перейти на цифровое телевидение, что для этого требуется, и какое оборудование вам нужно. Самое главное, как им можно пользоваться. Все вопросы, которые вас интересуют, вы можете им задать, и они вам расскажут. Также вот если чуть-чуть передвигаться дальше, вы увидите, какое огромное количество сегодня посещает наше мероприятие. Около 100 человек у нас участвует в нашем активном заведении. И огромнейшее количество, я даже не считаю, какое здесь количество людей находится, чтобы поддержать нас в этом заведении. Совсем скоро мы будем готовы к началу старта. Вот-вот он уже начинается, друзья. Я думаю, что можно всем вместе, дружно даже уже поддержать, если вы сидите на своих диванах, то даже привстать, если хотите. С низкого или высокого старта, как вам удобнее, вместе с нашими участниками. Сейчас, как только мы дадим старт, можете вместе тоже пробежаться. Добрый день, участники Кросса нации! Ура! Участники цифрового забега! Ура! Дорогие друзья, мы примурочили наш цифровой забег в связи с приготовлением поддержать спортсменов, потому что 14 октября 2019 года Челябинская область переходит на цифровое вещание. Всем нужно подготовиться, проверить свои телевизоры, настройки, для того, чтобы принимать 20 федеральных каналов в классном цифровом качестве. А сегодня всех вас с праздником! Главное, без травм! Ура! Большое спасибо, Нутаржи. Хочется предоставить слово директору филиала РТРС Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра Алексею Леонтьевичу Ивонину. Дорогие друзья, желаю всех приветствовать! Значительная часть моего коллектива, филиала здесь. Мы сделали большую работу для того, чтобы Челябинская область смогла в прекрасном качестве, все жители области практически смогли в прекрасном качестве получать бесплатный 20-й канал. Пожалуйста, подключайтесь. Если у кого-то остались хоть какие-то вопросы, хотя мы год уже вместе с Мининформом и с региональной властью занимаемся тем, что вас информируем об этом, у нас развернут здесь вот машинка брендированная, Центр конструкционной поддержки. Пожалуйста, вам специалисты все расскажут. Поздравляю всех вас, активных, молодых, что занимаетесь спортом, что пришли на это мероприятие. Ну и, в общем-то, как сказать, подключайтесь. Осталось времени совсем немного. Успевайте все узнать, зайти в магазин и прикупить необходимое недалекое оборудование. Ну и 14 октября, к сожалению, те, кто не успеет, будут догонять. Спасибо. Алексей Леонидович, большое вам спасибо. Хочется сразу, забегая вперед, сказать, те, кто не успел еще перейти на цифровое телевидение, сегодня в 13.00 состоится розыгрыш замечательных приставок, которые помогут вашим аналоговым телевизорам, если у вас нет современных телевизора, перейти уже на цифровое вещание. Это состоится буквально через 40 минут. Ну а сейчас я еще раз вашими аплодисментами поздравляю всех с началом кросса-нации в Челябинске и Челябинской области и приглашаю всех наших почетных гостей принять участие в цифровом забеге. Друзья, наши аплодисменты! И, кстати, вот буквально через несколько мгновений мы дадим старт цифрового забега. И я хочу обратить внимание, что у 20 участников цифрового забега в руках флаги. Друзья, мы видим, что уже готовятся к нашему цифровому забегу многие представители спортивной индустрии, телерадио, я еще раз напомню. А также среди них находится УТПЦ, челябинский филиар, РТС, который обеспечивает радиосигнал в Челябинске и Челябинской области. Я думаю, что все прекрасно знают ту самую телерадио-башню, которая недавно зажглась у нас в нашем Челябинске. Посмотрите, как много у нас сегодня представителей этой индустрии здесь находится. Ну, а также, я думаю, что все прекрасно видят, здесь есть именитые спортсмены, которые точно так же принимают участие в нашем забеге. Мы ждем, когда же начнется старт. Напомню, что ровно один километр будут лежать наши участники. Я думаю, что это не такое большое расстояние. И мы будем с вами вместе их поддерживать, конечно же, и ждать, кто уже первый у нас будет финишировать. А также спросим обязательно у них их ощущения в забеге. Ну, а всем вам желаем сейчас обратить на это внимание и перейти на цифровое телевидение. Потому что 14 октября, напомню, вся Россия переходит уже на цифровое вещание. Сегодня мы просвещаемся, сегодня мы вновь решаем все вопросы. Если вдруг они у вас есть, то тогда можно еще прийти. Мы находимся в парке Гагарина. Напомню, вот он старт, да? Да. Посмотрите, бегут с разными флагами. С разными флагами у нас направляются абсолютно все участники. Мы им желаем удачи. Посмотрите, насколько они быстро начинают бежать. Вот он, цифровой забег, да. Хорошо, мне кажется, кто-то даже не спешит, просто ради удовольствия, в принципе, принять участие в таком забеге. Можно это сделать. Ну, а мы возвращаемся, дорогие телезрители. И прямо сейчас я хотела бы поговорить с замечательной семьей. Совершенно случайно у нас сегодня здесь находятся, Илья и Алена Коломейские. И их чудная... Чудная, да, как зовут дочь-то? Вероника. Вероника, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, вы уже перешли или нет на цифровое телевидение? Лука ведь не буду, мы перешли давно на одну из приставок. Репломировать не буду, как вы. Вот, довольно счастливы, все прекрасно подсказывают. Камерный, Камерный. Ну, вообще очень странно, потому что я напомню, что Илья Анатольевич у нас директор Камерного театра. И я думаю, что у него свой телевизор есть огромный, большой в Камерном театре. И даже включать не надо, правильно? Хочется у Алены спросить, как у девушки, которая все-таки воспитывает дочку, наверняка нужны мультики, правильно? И вообще телевизор необходим. Как вот вы сейчас ходили в нашу волонтерскую еще площадку, что узнали для себя нового? Ну, я спрашивала не по поводу ребенка, больше меня интересовал вопрос более старшего поколения, каким образом они переходят. И мне сказали, что о них заботятся, то есть могут компенсировать им эти затраты на приставки в течение нескольких месяцев. И меня это достаточно сильно порадовало. Для кого? Для мамы? Актуальный вопрос, потому что у старшего поколения не всегда могут быть средства для приобретения этих приставок. Так что государство позаботилось не только о странах Левитни, но еще и пенсионях. Это очень круто. Отлично. Но вы переключили своих родителей уже? Они так же, как мы, давно-давно перешли. Да, самостоятельные люди, самостоятельные. Отлично. Ну, хорошо. Сегодня здесь, на нашем мероприятии, как вы поддерживаете? Собираетесь ли вы тоже бежать? Мы уже видели, что старт там, но, может быть, сейчас попасть и еще. У нас самый главный бегун, это наша любимая дочка Вероника. Вот она уже экипирована. И вот, и сейчас, как только мы с вами по всем, она сразу присоединится к родственным отцам. Ну, хорошо, что мы вас тогда ждем уже по финишу и будем у вас спрашивать ваши ощущения. Хорошего вам настроения. Спасибо. Спасибо, что пришли поддержать в нашем направлении. Итак, Вероника, счастливо. Для пятерку. Пока. Отлично, молодец. Ну что же, насколько мы и заметили, у нас сегодня многие пришли поддержать наше переключение на цифровое телевидение, поэтому и вам тоже желаем, естественно, переходить на цифровое телевидение. А я готова поговорить уже с волонтером, человек, который сегодня отвечает на ваши вопросы. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вам лучше обращаться, как вас зовут? Дима. Дима, очень приятно. Дима Карпов. Итак, Дим, расскажи, многие ли люди к тебе сегодня подходили и задавали вопросы? Ну, да, в принципе, спросили, как выключать, какой именно кабель-кабель, чтобы приставка была, ну, работала там, что сферы показывали. И как правильно переключать режимы там в телевидении, чтобы вместо простого, альтернативного, показывал цифровой. Отлично. А ты сам разобрался уже в этом вопросе или нет? И как давно ты разобрался в нем? Конечно, я уже довольно-таки давно разобрался в этом вопросе. Научили меня, естественно, руки, как все правильно делается. Ну, если как, голова все-таки помогла, да? Ну, да, в принципе, чтоб запомнить. Ну, сильно это сложно или нет? Потому что, мне кажется, многие люди, конечно, сразу в штыки воспринимают, что надо куда-то перейти, что-то, надо какую-то приставку покупать. Сложно это или нет? По сути дела нет, это не сложно. В плане того, что как правильно включить приставку, но это легко на самом деле. Просто нужно включить правильно путь, переключить режим, подключить приставку, чтобы там цвет к цвету. Вообще легко, вообще легко, я все-таки же поняла. Да, и все, в принципе, все заработало. Еще один вопрос, который меня интересует. Расскажи, какая категория людей к тебе сегодня подходит и задает вопросы? Возрастная, я имею в виду. В основном, люди, так сказать, уже средних лет, так как это, скорее всего, им, ну, пристыдет это все подключить. Или, возможно, я надеюсь, что когда я вам объяснял, они сами разобрались, и все будет хорошо. Я сегодня себя почувствовал, что ты сегодня сделал важную миссию. И мы видим, что они не шируют участники северного забега. Да, они нас занимаются, но вот они сами не потешил. Да, спасибо тебе огромное. И не буду тебя отвлекать от твоей работы соответственно. Ну что же, а мы готовы продолжать. И вот он, бегун, который прибежал у нас в первое здравствуйте. Здравствуйте, только снижировал. Как вы так быстро пробежали? Я еще не успела ни у кого информировать, вы уже прибежали. Как вас зовут? Еленин Алексей, я легкотлет, занимаюсь в Ходейске, 22-го года уже. Все понятно, вот почему вы так быстро пробежали. Да? Да. Почему вы сегодня бежите? Что вас заставило взять и поучаствовать в этом спортивном мероприятии? Ну, я люблю бегать. И почему бы нет? Ольга, я вам не спин, ты ваш учесть. Проходит такое мероприятие, я пошел, бегайте все для себя. А вы сами уже перешли на цифровое телевидение? Да, конечно. Вам сегодня кто-то задавал вопросы или нет по этому вопросу? Что вы говорите? И так вы помогаете или нет кому-то тоже переключаться? Потому что 14 октября вся Россия перейдет уже на цифровое телевидение. Ну, я помню, что я имею в виду, Калининского района нашего города, вы здесь? И все, в принципе, ну, в целом у меня все прятки, тоже уже новый телевизор, в принципе, я считаю, что это золото, чтобы переходить на цифровое телевидение. Это какой-то шаг будущего, продвижение. Здорово. Отлично, здорово. Ну что ж, спасибо вам еще раз огромное. И последний вопрос. Сколько вам понадобилось? Вы уже один километр, да, бежали? Да, да. За какое время? Я не знаю, я только вот прибежал, сегодня отдышался. Я думаю, где-то в районе трех минут. Трех минут. Отлично. Спасибо вам еще раз огромное. Ну что ж, мы ждем дальше ваших участников, будем с ними тоже разговаривать. Хорошего вам настроения. Итак, есть у нас еще представители, с которыми бы мы хотели поговорить прямо сейчас. И я приглашаю к нашей камере Ульяну Старикову. Ульяна, хотелось бы, чтобы вы сейчас представились и рассказали полностью свою должность. Я являюсь членом молодежного традиционного совета, участвующим в социальном право обучении и заведении Урала. Блин, сегодня наше мероприятие посвящено цифровому телевидению. И хотелось бы у вас узнать, вы перешли ли нет на него? И какую миссию вы сегодня здесь выполняете? Я уже достаточно давно, на самом деле, перешла. И понимаю, насколько это важное событие для всей страны и радостное. Потому что качество, это даже, наверное, не самое главное преимущество, которое получаешь в социальном правом телевидении. Очень важно, что можно посмотреть программу, не как бы еще какую-то газету, да, какой-то бумажный носитель. Ты можешь здесь сейчас посмотреть, какие передачи будут идти, какие фильмы, что тебе нравится. И это очень круто, особенно, вот у меня, это важно для бабушки и дедушки. Вот они недавно перешли. Я просто хочу заметить, посмотрите, дорогие наши телезрители, сегодня с кем бы я ни разговаривала, многие, многие абсолютно говорят, что я перешел, а вот для бабушки, для дедушки это очень важно. И очень радостно, что молодежь у нас вот таким образом помогает нашему старшему поколению. Так убедили вы или нет своих родственников бабушку и дедушку перейти и помогли им? Да, конечно, конечно, помогли. И я думаю, что, так сказать, даже убеждать не пришлось, просто все плюсы, они очевидны. Они просто говорят сами за себя. Отлично. Я знаю, что вы сегодня не одна, что у вас огромное количество, и кто-то даже участвует в забеге, правильно? Кто похвастаетесь, расскажите, мы хотим это услышать. Да, сегодня в забеге участвует моя сестра в отбежительной районе. Отлично, она уже приезжала или нет? Ну, еще нет, еще пока что не заметили. У нас просто первый бегун уже прибежал, мы с ним даже уже поговорили. Ну что же, ждите, ждите, пожалуйста, своего представителя, ну и приходите к нам, я думаю, что мы будем еще здесь. Спасибо вам огромное за ваше направление, за ваш настрой, за то, что вы помогаете нам сегодня. Спасибо еще раз вам огромное. Итак, ну что же, а мы готовы продолжать. Далее, здравствуйте, кому все подводит, прекрасных, хороших людей. Здравствуйте все. Хотелось бы рассказать, что прямо сейчас я буду разговаривать с председателем Российского союза молодежи Светланой Кальмулиной. Все верно? Верно. Правильно. Светлана, посмотрите, какое огромное количество только что. Друзья побежали, такое чувство, что там говорят, там распродажа, да? По-моему, это какая-то сумасшедшая акция по небу сегодня, потому что погода просто подводит, потому что побежать, по-моему. А все почему? Потому что у нас акция очень хорошая, правильно? Со светлыми мыслями. Светлана, расскажите, пожалуйста, какая поддержка сегодня от вас и какая миссия, соответственно, что вы сегодня делаете? Моя миссия сегодня сделать так, чтобы люди как можно больше узнали вот в цифровом телевидении и все-таки делали выбор в пользу цифры вместо аналогового телевидения. Я думаю, что я как представитель молодежи, я точно знаю, что цифра – это высокое качество картинки, за что мы, собственно говоря, ее и больше всего ценим. Отлично. Итак, каким образом вы сегодня это делаете? Вот только участвуете в забеге или еще как-то тоже с волонтером вместе отвечаете на вопросы, что именно происходит? Я рассказываю об этом своим друзьям, коллегам, всем, кому можно, о том, что, ребят, не оставайтесь в стороне. Время идет, 14 октября наступит совершенно скоро, и вам отключат ваше телевидение, если вы не успеете перейти на цифру. Вы знаете, такие люди, они всегда начинают со своего близкого округа. Светлана, скажите честно и признайтесь, вы, ваша семья, и вот ваши, наверное, близкие родственники уже давным-давно перешли, потому что вы на этом и стояли, правда? Конечно, у родителей уже давно стоит проводивание. Давайте с вами посмотрим в камеру, и сейчас, пока все ждут, когда наши бегуны уже прибегут обратно на наш старт, мы с вами посмотрим внимательно туда в камеру и скажем, друзья, переходите. Скорее, торопитесь, быстрее. 11 октября наступит очень быстро. Не за горами, не за горами, не за горами. Отлично, ну что же, а пока мы готовы поддерживать наших бегунов, и вам еще раз обращаемся к вам, дорогие наши. Сегодня мы за то, чтобы все перешли на цифровое телевидение. Спасибо вам еще раз огромное. Спасибо. А я напомню, что у нас до сих пор работает еще интерактивная площадка, можно подойти и узнать все интересующие вас вопросы. До сих пор у нас еще много людей, мы активно продолжаем отмечать это спортивное мероприятие. Ну а также, дорогие, не забывайте, в 13.00 у нас начнется еще и викторина, отвечая на вопросы, которые вы сможете получить, и оборудование для цифрового телевидения. Спасибо вам огромное. На этом наша онлайн-трансляция заканчивается. Всем доброго и хорошего дня. Наши аплодисменты, Кирилл, мы приглашаем вас.